100 человек стали стипендиатами ученого совета Ирниту в этом году. Единовременное поощрение в 10 тысяч рублей вручают уже третий раз. Впервые более половины стипендиатов – студенты факультета среднего профессионального образования. Самым урожайным – 36 человек. На этот раз стал геолого-разведочный техникум Ирниту. Я думаю, что прошлогоднее участие в конкурсе стимулировало вторые и третьи курсы. Конечно, при поступлении и на первых встречах с первокурсниками мы говорили, что существует такой конкурс, и ребята будут в следующем году участвовать, то есть со второго курса будут участвовать в этом конкурсе. Это было стимулом и в учебе, и в культурно-массовой работе, и в спортивной работе. То есть ребята стремились, и показатели есть 30-36. Правда, у нас и количество студентов немножечко увеличилось, но тем не менее стимул есть. Ну и я считаю, не столько материальный стимул, сколько участие в стипендию ученого совета. Это, конечно, моральный стимул, это престижно, конечно, это очень престижно. Ребята к этому стремятся и в мои городы. Отличная учеба, личные достижения в научной, общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности – это критерии, по которым оценивали претендентов. Дарья – будущий геодезист, успевает учиться, работать, заниматься волонтерством и творчеством. Признание ее достижений ученым советом, тем не менее, стало для нее неожиданностью. Если честно, я не знала. Меня вырвали, наверное, числа 20-го и сказали, срочно делай заявку, беги, вообще мчи. Я сделала, и до вчерашнего дня я вообще не знала, прошла я или нет. Когда я узнала, это действительно было очень радостное событие, потому что, блин, 100 человек по всему политеху выбрали и меня. Это очень круто. Проведение стипендиальных конкурсов среди студентов стимулирует их ответственно относиться к учебе и развиваться в разных направлениях. Хотя у некоторых активная жизненная позиция сформировалась еще в детстве. С детства вообще на сцене всегда выступала, ходила на русские народные танцы «Калина», рисовала в Азо-студии «Жар-птица». Меня награждала счетная палата Республики Бурятия благодарственными письмами. Я проводила в школах уроки по росписи на ткани. В общем, участвовала вообще во всех мероприятиях школы. У меня был свой танцевальный коллектив. Мы участвовали в городских конкурсах, занимали места. Также здесь я занимаюсь студией арт-графика от нашего политеха. Мы также выступаем, не пропускаем ни одно мероприятие. Мы участвовали в школах уроки по росписи на ткани.